На мосту, который идет после улицы Солнечной, началось обрушение конструкции. Притом металлические трубы потянули за собой консоль, то есть те сооружения, которые свешиваются за пределами опор. Предотвратить эту ситуацию можем только сейчас. Были приняты первичные меры по ограничению движения пешеходов. Сейчас по муниципальному контракту подрядчик приступил к выполнению именно аварийно-восстановительных работ, которые позволят обеспечить проход пешеходам и довести искусственные сооружения до его ремонта. Работы на мосту начались 16 сентября. На выполнение всех работ подрядчику дано 60 дней. Однако, как утверждают представители дирекции благоустройства города, темп взяли хороший. И обещают закончить раньше на 10 дней точно. Погодные условия, говорит подрядчик, никак к проведению ремонта не помешают. На аварийно-восстановительные работы выделено 849 тысяч рублей. В данный момент делать мы усиляем консоль, на которую в последующий будем укладывать деревянный настил, временный деревянный настил, для того, чтобы осуществлять проход. Тут изменится в плане чего. Тротуар, он был изначально 90 сантиметров, будет метр 50-полтора метра, то есть прохожей части для того, чтобы два человека разошлись с коляскими людьми. Мост на улице Солнечной – это, по сути, два моста. Тот, на котором проходят аварийно-восстановительные работы, построен до 60-х годов. Другая сторона введена в эксплуатацию в 61-м году и внешне выглядит куда лучше. Стоит отметить, что до этого дня никаких капитальных работ на мостах не проводилось, только постоянный ямочный ремонт. Поэтому есть вероятность, что в следующем году мост полностью отремонтируют. Параллельно с аварийно-восстановительными работами у нас сейчас начались работы на проектирование, ремонт данного сооружения. Закончить эти работы проектный институт должен до 30 ноября. И мы надеемся, успеем получить финансирование для того, чтобы данный объект в следующем году сделать капитально, отремонтировать. То есть он будет по двум сторонам полностью приведен в нормативное состояние. В части и пешеходных переходов, ремонт швов. Тут много мероприятий, которые сейчас проектируются. Для этих работ проектному институту предстоит связаться с управлением по охране памятников, чтобы узнать, является ли мост объектом культурного наследия или нет. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.